На стартовой поляне в Сосновом Бору только истинные ценители бега. И доказательство тому не яркая форма с пропагандой вида спорта, а послужной список каждого из присутствующих. За их плечами не один десяток марафонов, а каждодневные многокилометровые пробежки – обычное дело. Сегодня они вышли в Бор, чтобы показать – бегом можно заниматься когда угодно и где угодно. Исключение из правил – асфальтовое покрытие. А все-таки лучше выбирать пересеченную местность. Что такое пересеченка? Это значит, есть подъемы, есть спуски, подъемы бывают разные, есть пологие, есть более крутые. Поэтому в данный момент нужно учитывать свое функциональное состояние. Задача сегодняшней тренировки – пробежать 15 километров. Конечно, для новичка эта цифра непреодолимая, поэтому начинать нужно с малого. Летом в Бору, кроме бегунов, можно встретить людей, передвигающихся с меньшей скоростью, с лыжными палочками в руках. Таких, по словам Вячеслава, становится все больше и больше. Еще буквально недавно, находясь в Бору с палочками, занимаясь скандинавской ходьбой, мне приходилось встречать такие дружеские вопросы, проходящих мимо людей. Где лыжник потерял свои лыжи летом? Где забыл лыжи? На самом деле для скандинавской ходьбы лыжи не нужны. Здесь главное – палочки. С медицинской точки зрения этот вид спорта полезен тем, что нагрузка на организм распределяется равномерно. Тут тебе и работа рук, ног и, конечно, кардио-тренировка. Некоторые используют скандинавскую ходьбу как подготовку к покорению длинных дистанций бегом. Кстати, о них среди любителей клуба «Бега Сибиряк» был замечен необычный спортсмен в связке со своим хозяином. Пес Миша летом готовится к соревнованиям поездовому спорту. В Бору-то, конечно, потяжелее, чем по равнине, допустим, бежать. Но здесь же разные виды тренировок. Поэтому везде по-разному бывает, и по равнине иногда тяжело. Одним словом, чтобы начать бегать или заниматься скандинавской ходьбой, главное – желание. Компания в Бору найдется всегда. В этом можно не сомневаться. Татьяна Савельева, Константин Червяков. Новости моего города.